Всем привет! Вы находитесь на канале Егус, и это новая модель от дизайнера Ломак. Давно, ну если точнее в прошлом году, я снимал от этого дизайнера модель. Это был американский трак из набора 42098C модель, и я его собрал и снял обзор. Он вам очень сильно понравился, и дизайнер мне это тоже сильно понравился, какие у него модели получаются. И я вот решил собрать еще одну вот такую вот модель, это Scania. Ну а также, кто хочет собрать вот эту вот модель, я оставлю ссылку на инструкцию. Инструкция официальная от этого дизайнера, и она абсолютно бесплатная. Так что переходи в описание этого видео, и можешь скачать инструкцию, и собрать вот такой вот очень крутой грузовик Scania. Ну а я же просто собрал вот эту вот модель, и хочу поделиться своим мнением об этом грузовике. Понравился он мне или нет. Итак, это копийная модель грузовика Scania, которая выполнена в маленьком масштабе. Давайте сейчас посмотрим дизайн. Спереди у нас имеется решетка радиаторов. Решетка радиаторов выполнена очень круто и реалистично. Ну, может, если бы она была выполнена чисто в красном цвете, то это все сливалось, и не было бы так красиво. Но я ее сделал в вот таком вот сером цвете, и это смотрится довольно интересно. Вот. Вот тут у меня не хватило красных таких вот трубочек, которые изогнуты на 90 градусов. Так бы модель смотрелась еще красивее. Но у меня их не было, к сожалению. Фары. Очень похожи на оригинал, и они мне очень сильно понравились. Конечно, вместо вот этих вот кругленьких фар, как тут стоят, там должны быть квадратные фары. Не круглые, а квадратные, получается. Но у меня нет квадратных фар, так что пришлось поставить вот такие вот круглые. Ну, в принципе, смотрится это довольно тоже красиво. Также еще в виде дизайна имеются наверху вот такие вот осветители. Когда машина едет какое-то темное время суток, вот эти вот прожекторы все работают и освещают еще дополнительно дорогу. Также сзади у нас тоже имеется освещение. А именно, так вот эти штуки надо попрать, именно фары задние и вот такие вот беленькие тоже фонари. Поворотников, кстати, странно, нету. Спереди поворотники как бы есть, а сзади нету. Странно. Ну, ладно. Имеются брызговики для колес. Конечно, они у меня тут сделаны в бежевом цвете и они сюда вообще не вписываются. Но у меня нету таких вот в черном цвете. Не, у меня есть они, но они использованы вот тут вот, на кромке капота. Также, что мне еще понравилось. Понравилось, как выполнена вот эта вот часть верхняя. Тут идет очень такой гладкий скос. И выполнен он довольно интересно с помощью вот таких вот панелек и вот таких вот тоже панелек микропанелей. И вот тут вот имеются такие полулифтармы скруленные. Имеются зеркала. Также имеется вот такой вот скос кромки капота. Тоже выполнены довольно интересно. Ну, еще мне понравилось очень сильно, как выполнены вот эти вот штуки. Ну, боковые рамки передней части с помощью вот таких вот панелей. Они сюда очень хорошо вписались и смотрятся тут просто идеально. Ну, в принципе, по дизайну все. Ну, а теперь давайте посмотрим функции данной модели. Итак, первая функция это, как вы уже заметили, рулевое управление. Ручка рулевого управления выведена наверх, на крышу. Ну, удобнее так будет рулить. Вот так поворачиваются колеса. Там идет система рычагов. Если вы увидите, вот там идет система рычагов. Вот эта вот система. И когда поворачиваем колеса, они поворачиваются вот так вот. Вот система рычагов. Так что рулевое управление работает отлично. Вот так она работает. Ну, и следующая функция. Я не знаю, как это считать за функцию. Функция это или нет. Но тут имеется сцепка для, получается, для нашего прицепа. Прицеп не шел в сборку этой модели. Ну, и ладно. Вот такой вот сцепной механизм. Он довольно простой. Тут просто торчит вот такая вот оська, которую мы выдвигаем. И вот тут вот сцепляется наш прицеп. Вот так. Также это можно вот так вот поднять. Ну, зачем поднимать? Я не знаю. Я не понял. Вот так вот выдвигаем ось. Когда прицеп подъехал, он сюда в этот паз становится. И вот так вот задвигаем вот этот вот механизм. Ну, и все, в принципе. Ну, а теперь, по моему мнению, самая интересная функция. А, хотя нет, я еще забыл про одну функцию. Это открывающиеся двери. С одной стороны и также с другой имеются сидушки. Сиденья. Можем открыть с одной стороны и с другой. Тут имеется еще одно сидение. И руль. Руль сделан там не очень. Он стоит чисто прямо и никак вообще не двигается. Только крутится. Да. Он вообще прям впритык к сидению сделан. Вот, вы можете посмотреть. Впритык к сидению практически сделан. Вот. Ну, и двери можно закрыть. Ну, и как я сказал ранее, самая интересная функция этой модели, это... Может, вы уже догадались, а может, нет. Это откидывающаяся перед модели. Вот так он откидывается. И мы тут видим рядную четверку макет двигателя. И он ходит. Он реально ходит. Закроем. Вот так идет тут привод. Через дифференциал. Через две восьмизубых шестеренки идет привод, привод. И потом стоит понижение. Там же идет коленвал. И вот так двигатель ходит. Ну, еще есть прикол вот этой вот передней части. То, что вот эту вот переднюю часть, ну, если точнее кабину, можно снять. Но сейчас рекламная пауза. Ну, а перед тем, как мы продолжим, хочу порекомендовать вам канал Айди Влади, Лего самоделки и механизмы. Пацан снимает очень интересные и крутые механизмы из Лего. Но он использует там и техник, и систем. На его канале вы можете найти игровые автоматы, конфетницы, сейфы, пистолеты, вентиляторы, дозаторы. Так что канал довольно интересный. И кому нравится и систем, и техник, можете переходить на этот канал и подписываться. Снимается она очень просто. У нас есть вот такие вот тут две заклепки. Давайте я вам приближу. Вот такие вот две заклепки, которые можно простым способом снять. Нет, не простым. Довольно тяжело это сделать. Вот такая вот одна заклепка. И вторую также можно снять. Снимаем. Вот так вот. Две вот таких вот заклепки. Ну и теперь произойдет магия. Переднюю часть можно вот так вот снять. И у нас получается два отдельных модуля. Также теперь можно посмотреть вблизи вот это вот шасси. Шасси довольно интересно сделано. И давайте измерим его. Сколько оно в студах. У меня есть вот такая вот типа линейка Лего Техник. Я ее сделал сам тут. Две балки просто на 15. И давайте измерим сколько у нас тут это шасси. Прилаживаем от начала. Начало тут. И заканчивается вот тут вот. Ну примерно тут как бы еще вот эти вот части задевают. Вот эти вот части задевают. Положим от начала. Ну 28. 28 студ. Вот это вот шасси. В принципе шасси довольно маленькая, но компактная. Тут есть и сцепной механизм, и поршневой двигатель, и я еще забыл сказать то, что тут двойные колеса. Двойные колеса стоят сзади. Тут получается 2-2, и тут 2-6 колес в этой модели. Ну и спереди даже имеется чуть-чуть переда вот этой вот части передней. Фары имеются и вот эти вот скосы. И даже немножко решетка радиаторов. Вот такое вот шасси. Компактное, но интересное. И давайте сейчас посмотрим кабина. Кабина. Так, у нас летело зеркало. Кабина сделана довольно интересно тоже. Она детализированная. Зеркала. Ну и освещение, я уже говорил ранее. Это еще одна прикольная фишка. Я не знаю, это как бы фишка или что-то такое, или это просто косяк. То, что если мы откинем вот эту вот часть, вот так откидывать, то мы можем снять заднюю крышку. Вот такая вот задняя крышка. И тут мы видим просто кучу соединений, чтобы наша кабина держалась прочно. Ну и так же можно ее закрыть. Все. Я не знаю, для чего это сделано, но все же. Арки. Вот тут мы видим. Ну и вот эту вот ручку, которая отвечает за рулевое управление. Ну и в принципе все. Обратно это сложить вообще очень все просто. Так. Нет, не просто. У нас ручка. О, все, влезла. И теперь берем наши вот эти вот заклепки и просто их задвигаем. Ну и наша модель обратно обрела свой прежний вид. Ну а что, наш обзор подошел к концу. Модель мне в принципе она понравилась. Есть, конечно, такие не очень тут мелочи. Например, вот этот вот руль. Мне не очень сильно тут понравился. Ну и отваливающиеся зеркала. Они тоже тут всегда отваливаются. Ну ладно. Не понравилось мне только тут две этих фишки. Ну это в принципе не страшно. Но в основном, по дизайну, по всем функциям, модель мне очень сильно понравилась. Она довольно интересная. Ее можно даже, хотя я не знаю, тут очень мало места, можно ее моторизировать. Не знаю. Посмотрю, может я ее моторизирую, может нет. Модель мне очень сильно понравилась. Она довольно интересная. И пишите в комментариях, понравилась ли вам эта модель. Ну а что, если тебе понравилась вот эта вот модель, обязательно ставь свой лайк и пиши свое мнение в комментариях. Ну и не забывай подписываться на мой канал. Ну и всем удачи и всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...